Субтитры делал DimaTorzok Здравствуйте! Рады приветствовать на передаче выпуск тура. Речь пойдет про бронзовую группу А третьего тура. Стимул и Киев Юнайтед. 9 футболистов против 8. Команда Киев Юнайтед немало турниров у нас завершила и последние турниры более успешно завершает. Обновления по составу все-таки сказываются. Стимул же команда молодая и, пожалуй, это и сыграло с ней злую шутку против гостей. Гости сыграли чуть убедительнее, чуть лучше на завершениях. 4-3. Итоговый счет и, конечно же, интервью от представителей команды. Вадим Мандзюк. Сьогодні не вискачило третки до перемоги, але гра была относительно рівня. Как вы впечатлили? Залишилось позитивно, не згадаючи на ті фли, на які були закрыты очі і на ті, які відбулись під час матчу. Про голеву складову більш-менш задоволення, адже наш рівень, я введаю, нижчий за рівень інших команд, тому що ми беремо участь вперше. Інший варіант, чому ми програли, дуже мало було ударів. На це ми завжди наголошуємо у нас в команде, але сьогодні у нас був настільки нападающий склад, як захисник. Захистом команди в цілому задоволені? Обрізались, дуже багато обрізались і мало грали через вертера. Як ти вважаєш, чому в кінці пропустили все гол, адже 3-3 рахунок був, дуже рівно все. Хотілося вигравати і більше витрачали сил на напад, аніж на оброну і наїлися. Я зрозумію. Добре, ну успіхів вам, до дальших іграх, дякую. Єгор Голубородько, перемога, волюва перемога, як вам справді? Чесно скажу, команда балансувана, состав хороший, по першому тайму ігри немає. В другому тайму вони немножечко активізували молодих і виставили більш правильний состав. Тоді где-то проблема. Я чесно скажу, не забуду. Як, на вашу думку, за такої рівної гри знайти ключ до воріт суперника? Як забити м'яч? На морально-волювих. На морально-волювих, так. Якщо є сили у суперника, вони нас будуть доігрувати. Тому нам потрібно морально-волювих для того, щоб дати до їх ворота. Ви бачили, перший тайм ми не могли дати до їх ворота. Добре, дякую. Дякую вам. Дякую вам большое. Всего доброго. Альта Ислам Докс. И, пожалуй, забегая вперед, отмечу, что 7 футболистов от Альты против 8 от команды Слам Докс. У команды же Альта Суэтин Иван, защитник, вынужден был встать на ворот. И, конечно же, это сказалось на качестве игры команды Альта. У Слам Докса Гриневич Владислав мог играть. И, в силу, при его присутствии команда играет лучше на завершениях, что, собственно, и сказалось, на мой взгляд, по счету. 5-4 побеждает команда Слам Докс. Интервью от представителей команды. Поехали. Макайло Белявський. Ну, сегодня, как выражены, в итоге, от игры? Макайло Белявський. Это первая победа в этом сезоне. Что тяжело сегодня было против такого соперника, как Альта? Мабуть, не важче было забрать нормальный склад, а не как в игре с триумфом. А так, взагалом, молодые хлопцы, которые много игр на себя тягнули. Возможно, не важко, но они победили, пропустили. По сегодняшней игре, вы считаете, что все идеально у вас в командной игре? Или все-таки, где-то еще нужно добавить в каких-то аспектах? Где-то еще нужно добавить. А в каких аспектах? Это будет наш козор на следующий круг. Я взрослый, добрые успехи вам. Дяка. Триумф Эва. И, пожалуй, это тот матч, в котором крайне важна именно первая 15-минутка матча. Которую очень успешно команда Эва проводит. Два быстрых мяча на первой и тринадцатой минуте от команды Эва вынуждает триумф чуть раскрываться. Чуть больше искать и активнее искать свои голевые моменты. А уже команда Эва свободно и комфортно играет на контратаках. Пожалуй, отличный сбор позволяет все 40 минут гостям играть в высоком темпе. Триумф все-таки подседает минут так после тридцатой. 5-2. Итоговый счет. Эва побеждает интервью от представителей команд. Ерменко, Евгений, хочу поздравить. Во-первых, бешеный старт. На самом деле, мне показалось даже, что вы на какую-то неожиданность соперника подловили. Не ожидали столь мотивации. Мы планировали. Это у вас получилось. Но все же, по второму тайму, где-то после тридцатой минуты, игра, будем говорить, слегка затихла. За счет чего она затихла? Уже рисковать не хотели? Или соперник навязал свою игру? Как все? Смотри, мы изначально планируем две вещи. То, что мы сразу пойдем в атаку и будем пытаться забить быстрые голы. Не голы, потому что мы сентрациями, мы забили быстрый гол, но потом напускали полу на торгу. Плюс мы дали, что у нас один Саня Пелюшенко играл персонально с «Курсианом». В принципе, это сработала наша задумка. Ну и плюс феноменальные голы залетали у нас, конечно. Особенно второй был Макс Аброненко. Я думаю, если он не пойдет в нарезку, то мы очень расстроимся. Все, о чем мы договорились, все получилось. Я вообще всем доволен. Никаких претензий нет. Супер самодача. Приятное впечатление после матча. Да, мы с триумфом все время принципиальные матчи. Они наши друзья, мы с ними дружим, но все время с ними боремся. Обычно 2-1, 3-2, а тут сегодня такая уверенная победа даже где-то неожиданная для меня. Как вы думаете, за счет чего? Потому что у нас уже есть какой-то костяк. Сегодня все приехали, кроме Захаренко. И зачем потому, что у нас и сыгранность уже. Мы понимаем друг друга. Макс, Саня и новенький Саня Коваленко, они на тренером куры эту игру понимают с полуслова. В пятки, там, просыпают на жопу, это было чувство, но извините, а потом вырвать. Да. Ну, с победы тогда, и спасибо тебе, Дарья. Спасибо. Женя. Угорь, Рахман, привет. Как ты считаешь, провалили ли вы сегодня старт и за счет чего? Это гипермотивация команды, соперника или все-таки что-то у вас сегодня не так, будем договориться? Мы настраивались тоже хорошо на эту игру. У всех говорили, что сама дача была нормальная, претензий к своим ребятам нет. Просто, я думаю, ЭО на случай изучила и тактически изучила. А как ты думаешь, физически сложно было связаться с ними, учитывая, что они хороший такой темп навязывали, пытались как бы постоянно вас как бы атаковать. Удавалось ли вам утомить, им, вас? Им, наверное, нам больше, чем нам, потому что нам удавалось. Потому что они навязывали свой темп, то есть его запили, нам пришлось отректироваться. Сложно было играть, хорошо. А если переиграть немножко, что бы ты поменял? Поменял бы? У нас с ним опять сталка сделана была на какие-то индивидуальные действия, на удары недалеко. Я поменял бы тактически. И не надо просто с какой-то команды, как ЭО, надо ворота заносить на плечи, надо разыгрывать. А не просто ждать, пока забьет кто-то один из нас, сделать какой-то, ну, вот это наш ваших команды. Спасибо за интервью.